Отважились, осмелились и рискнули поиспользоваться косметикой от компании Captain's Choice. Приветствую всех любителей влажного классического бритья на канале Опасная бритва Brooklyn Production. Меня зовут Павел и сегодня будет бритье, обзор, все как мы любим, все как нам нравится. И сегодня будем продолжать тестировать интересную бритву. Сегодня будет второе бритье, обещанное, но чуть позже к ней вернемся. А начнем мы с помазка. Сегодня у нас будет вот такой вот замечательный помазок-карбанчик от компании Simogwe. Вот такой вот интересный, небольшой, достаточно бюджетный. Еще эту компанию называют Simogwe. Очень упругие, кабанчики упругие. Для того, чтобы его подготовить, как всем уже известно, нужно его просто замочить. Возьмем сегодня чашечку такую винтажную. Готов, я думаю, в 50-х прошлого столетия. И замочим. Так, сказал замочим, и набрал холодной воды. Теплой водички наберем. Не кипятка. В кране, слава богу, нет такого крутого кипятка. И замочим, поставим. Пусть размокает. Сегодня у нас кремом для бритья будет вот такой вот крем. Компания Captain Choice. Такой пробник. Компания Captain Choice прислала образцы всей своей продукции. Большинство это были пробники. Venture. Venture. Вот такой вот новый интересный запах. Нового интересного крема для бритья. И, соответственно, сегодня будем использовать вот такой вот автошейв. Средство после бритья. Бальзам Venture. Venture переводится как отважиться, рисковать и осмелиться. Сегодня вот именно вот эти три вещи мы будем делать. Рисковать, отважиться и осмелиться на этот риск. Бальзам. Бальзам при небольшой дозировке обещает быть очень хорошим, приятным. Так, пробничек тут, в принципе, ни о чем. Обычная стандартная небольшая упаковка. Одна четвертая часть унций. Крем. Такой достаточно влажненький. А вот средство после бритья. Это стандартная бутылка. Давайте я вам покажу. Такая большая. Четыре унций. Четыре флороз. Специально для Романа Пастухова. Эта компания тоже пишет. Состав. Давайте я вам покажу состав. Можно сфокусироваться и посмотреть, кому интересно. Ну, кому интересно, можно зайти просто на веб-сайт и почитать, посмотреть. Значит, по запаху. Запах. Начнем с того, что написано на веб-сайте компании. Написано, что запах такой многослойный, интересный. Первое, что вас встретит, это ананас. Потом, в дальнейшем будет пергамот. И жасмином все это дело, как говорится, закончится. И будет освежающий, приятный запах. Как сказала моя группа нюхачей, очень приятный запах. Реально, очень приятный запах. Запах, как будто скошенная трава. Присутствуют нотки цитрусовых. И реально освежающий, очень приятный запах. Притом, он очень одинаковый, что в автошельве, средства после бритья, бальзами или в креме для бритья. Очень все одинаковое. Похоже, это очень здорово. И на льда компании при одной и той же, как говорится, картинке на бутылочке, располагают немножечко другие запахи. Хотя указана одинаковая схема. В этой компании это все одинаковое. Очень много вариантов, есть чего выбрать. Во всяком случае, этот очень приятный, очень нравится. И сегодня будем смотреть его рабочие качества уже на лице. Так, пока отложим в сторону. И все это дело будем сбивать. Соответственно, небольшой помазок, небольшая чаша от компании Captain Choice. Вот такая вот кнопка с логотипом канала. Такой вот интересный розовитров, как я понимаю. Мы, значит, держим за кнопку, помним, да? И уже уверенно чашу держим. И тем самым она не разобьется. Будем не избивать крем. Так, ну что, наш помазок уже, как говорится, размок. Слепился. Карбанчик такой упругий. Чаша нам уже больше не понадобится. И возьмем кремик. Кремик мы вземем весь с этой вот упаковочки. Не будем его экономить, потому что экономить нечего. Вот такой вот большой совершенно. Возьмем, я думаю, что практически весь забрался с этой упаковочки. И будем взбивать его. Один раз уже я использовал крем. И он достаточно хорошо взбивался. Уверенно, приятно. И получилась очень шикарная пена. Такой пробник, как я понимаю, можно, конечно, поделить на несколько раз. Но в моем типе бритья, в наших обзорах, неизвестно, когда доберешься к нему второй раз. И поэтому используем все, как говорится, по максимуму. Мы берем максимум, получаем максимум, взбиваем максимум пены. Ну, в принципе, уже, как вы видите, уже пена получилась. Сейчас немножечко добьемся консистенции этой пены. Такой достаточно плотненькой. Очень, очень интересно, быстро все получается. Даже не нужно прилагать каких-либо усилий. Помазок сам по себе, как говорится, имеет хребет. Некоторые любят такими помазками наводить, как говорится, массаж на лице. Но мне как-то, я не знаю, мне не очень это действие нравится. Почему? Объясню. Потому что при большой оброслости, если еще таким более жестким помазком водить по лицу, бывает раздражение. Поэтому как-то немножечко отойдем от этого всего. Будем использовать чашу, будем использовать помазок. Видите, какое действие у нас. В принципе, уже очень много и очень всего такой достаточно большой. Получился забор у нас. И, соответственно, пена получилась шикарно большая. Долженную сторону. Так, ну все здорово. Маленькая чаша, небольшой помазок и залог успеха. Единственное, что чаша керамическая. Нужно быть очень аккуратным. Так, сделали. Но я же забыл бритву. Бритва у нас сегодня будет от компании Perl. Perl – это жемчужина. Вот такая вот бритва. Идет в такой коробочке. Кто не видел распаковку, я оставлю ссылочку здесь. Заходим, смотрим распаковочку. И было уже с этой бритвой первое бритье на третьей позиции. Третья позиция из, дай бог не ошибиться, из шести возможных. Вот такая вот бритва. Большая бритва. Очень напоминает бритву Rex. Регулируемую американскую бритву, дорогущую. Это бритва из латуни сделана. Покрыта специально тремя слоями. Которые защищают эту бритву от окружающей среды. Плюс дают такой эстетический вид. Красивое, законченное изделие. Бритва имела свои какие-то недостатки. О которых я высказался в видео предыдущем. Когда брился на третьей позиции. Кому интересно, я тоже оставлю здесь ссылочку. Заходим, смотрим. И совершенно не уделю внимания подставке. То есть бритва идет с подставкой. Подставка порядка 100 грамм. Бритва 138 грамм. Заявлено 130. И она уверенно в этой подставке находится. Из мелочей, которые мне понравились. Мне понравилось то, что здесь имеется отверстие. То есть если какая-то вода. Она может не собираться в подставке. И тем самым создавать какую-то среду. Для того, чтобы все-таки агрессивную среду. Чтобы происходило затемнение, ржавение и все остальное. И еще имеется у подставки вот такая вот пластина. Не знаю, с какого материала сделана. Типа фторопластовая пластина. Но она достаточно хорошо так гнется. Резиновая такая какая-то интересная пластина. То есть она уже уверенно лежит на вашем кафере. Уже не дает возможности подставке куда-либо двигаться. И для красоты какое-то колечко такое двухсоставное сделали. Значит наша бритвочка. Давайте остановимся на бритвочке. Бритвочка, кстати, заправлена лезвиями. Как я обещал, это Астра. Астра зеленая. Всем знакомые. У меня оно в почете. Это лезвие кому как нравится. Значит сегодня бритва у нас стоит на второй позиции. Вторая позиция. Как я обещал, попробуем. Потому что третья позиция была достаточно агрессивная для моих щекинь. Достаточно хорошая. Сегодня я хотелось снизить агрессивность бритвы. И тем самым посмотреть ее в действии. Так, логотипы. Все вещи, которые уже описывал я ранее. И уже повторяться не будем. Кому интересно, заходим по ссылкам. Смотрим распаковки на моем канале. Смотрим литье, в котором более детально уделялось. Еще мне очень понравилось, что здесь лезвие не закрытое. То есть никаких ушек не выступает. Побыли эту лезвие. Вот так вот. На второй позиции, во всяком случае. Габ регулируется от 0,35 до 1,4 мм. Сегодня вторая позиция. Думаю, где-то порядка 0,45. То есть это такая вот, чуть ниже средней агрессивности. Посмотрим эффективность бритья теперь. Эффективность бритья не всегда зависит от габа, потому что сама конструкция головы, динамика бритья немножечко отличаются. И будем смотреть сегодня. Но предыдущее бритье, первое бритье на третьей позиции, по-моему, было еще немножко таки неплохо. Так, отложим бредовочку. Ну что, пену сделали, все сделали. Ничего не забыли, никто не забыть. На мочем лицо их будем работать. Ох, здорово. Здорово. Приятно. В такую холодную погоду получать удовольствие в теплой ванной. Пардон, в киностудии имени Brooklyn Production. Так будет точнее. Ах, хорошо. Прогрел лицо. Лицо, как вы видите, покраснело. Здорово. Так. Ну что, наш помазок. Такой небольшой помазок. Симош. Бюджетная версия. Кабальчик уже стал очень мягкий, очень приятный. Кремик так хорошо ложится. Все, что и ожидалось, в принципе. Сюрпризов негативных не ждем. Так что, отважились, осмелились и рискнули воспользоваться косметикой от компании Captain Choice. Очень интересное название у компании, потому что название само Captain Choice, как я понимаю, это капитан пиратского корабля. Именно пиратского, выбор капитана пиратского корабля. И все такие вот замысловатые, продуманные и ароматы, и названия, и какие-то действия очень. И продукция очень высокого класса. Мне все очень нравится. Включая чашу с керамикой, просто у меня личные счеты. Достаточно один раз выпустить чашу, и тогда будет уже больше ее не собрать. Так, ну что, ребята, все, в принципе, очень здорово. Помазок реально такой вот кабанчик имеет свой прикол в том, что он жестковат по отношению даже к синтетике. К синтетике тоже разное бывает, но не говоря про барсучков, пуля мягких. И тем самым спокойно, красящими движениями, он доносит везде пену. Пена создает защитный слой между лезвием и кожей. И дай бог у нас все получится. Так, пока отложим. Называется, использую все, что было в помазке. Так, это здорово. Достаем нашу бритвочку. Бритвочка Puro Flexi Adjustable Razor. Регулируемая бритва, новинка от компании. Сейчас не так просто их заказать. Это из первой партии. Сейчас уже на подходе вторая партия бритв. Нашли небольшие недостатки. Надеюсь, они доработали. И, как говорится, будем посмотреть, что будет дальше. Индийская компания все-таки работает над проектом. Это такой многообещающий проект. Всех интересуют регулируемые бритвы. Особенно по хорошей цене. Если Rex продается по цене в 250 долларов. Были, кстати, недавно скидки. 30% можно было скинуть совершенно спокойно. На День Благодарения. Но, в принципе, это бритва в разряде где-то 70 долларов стоит. Плюс доставка. Сейчас доставка немножко дорогая. Но, я думаю, если этот вопрос они сделают более расширя, то будет и доставка тоже приятная. Так, ну что, мы не будем разворвольствовать. Поехали. Вторая позиция. Это Flexi Razor. Так. Сейчас посмотрим, где мы наметились. Вот так вот. Совершенно лезвие не чувствуется на коже. Чувствуется только защитная крышка, гарда. Немножечко кремик такой вот очень плотной консистенции. Немножко было смочить. Очень хорошо бреет. Реально очень хорошо бреет. Спокойно, еще раз повторюсь, и 10 раз повторю, лезвие совершенно не чувствуется. Как будто вводишь чем-либо по лицу, не опасаясь никакой опасности, агрессии и всего остального. Но, заметно стало чувствоваться, что при третьей позиции она лучше снимала. Сейчас уже получилась такая средняя, ниже средней агрессивности. Потому что при, как говорится, при троечке была достаточно агрессивна швала. И тем самым, тем самым, как бы, ну, не очень так, как хотелось бы. Так, немножечко смочу помазу, больно, водичку. Потому что вижу, кремик получился знатный, знатный кремик получился. И тем самым, для станков с небольшим, вот таким вот, ну, сейчас гад небольшой, плюс еще, соответственно, пенотводы. И такие большие, и стало забиваться. Так. Проткроем руку, возьмем бред в очку и четко продолжим. Классно вообще все произошло. Нравится, нравится. Так, так интересно вываливается целыми кусками с этих пенотводов. Не буду показывать некрасивую сбредающую тену, а то Роман Пастухов всегда зажмуривает глаза. В этот момент ему не нравится эстетичный, порядочный у нас виршевер. Не будем травмировать его неокрепшие глаза и мозг. Все-таки попробуем побриться в нормальных для него условиях. Рома, смотри, как люди бреются. Так, ну что, вторую сторону программы намного быстрее, без разговора вышел. И, соответственно, так, кремик густоват. Густоват, мне не нравится забиваться стало, да. Но это чисто кремик. Это, как говорится, я думаю, что моя недоработка. А кремик надо было взять немножечко, взбить его с водичкой и чтобы он был немножечко влажненький. Так, сна завелась. Соответственно, промывает. Так, на двоечки проверяем. Так, хорошо. И теперь оконтовочку сделать надо вокруг рта. Аккуратненько, красивенько. Единственное, что здесь я первый раз заметил, все-таки массивная голова. И не очень удобно под носом. Ну, это какая-то особенность некоторых станков. Соответственно, наверное, конструктиву, которую вы вложили, регулируемая бритва. Нужно вот это все учесть моментами. Не какой-то там жилет китайского производства. Очень тоненький, удобный и приятный. Но очень мягкий. Здесь включаются котелки, что можно в любой момент поменять агрессию. Но мы сегодня проверяем вторую. То есть я мог поставить немножечко агрессивнее. Опять же, таки, пробрить, я думаю, чуть-чуть лучше. В принципе, вторая прекрасно все работает. Сейчас промою станочек. Так, промыли. Более-не-менее хорошо. Теперь умываюсь и на втором проходе все закончим. Отлично, отлично. Значит, пока я не забыл тест водой, который я начал делать для себя. Может, кому-то из вас интересно. Это как реагирует кожа на воду после первого прохода. То есть на некоторых станках, которые агрессивно сбривают щетину, они также агрессивно сбривают эпидермис, верхний кожный покров. Для тех, кто не знает. Значит, сейчас я прошелся, совершенно никакой реакции не было. То есть достаточно мягкая защитная датагарда защищает нашу кожу от воздействия лезвия. Так, хорошо. Отлично. Наш кремик. Будем на влажное лицо наносить. Так будет лучше и интереснее. На первом проходе, если я помню, а я посмотрю в записи, я, по-моему, вытер лицо и тем самым пеном. Мало того, что была густая, так она еще так плотно легла, что не очень комфортно было. И она сразу бритву забивала, пенотводы. Так, ну что, ребята. Отлично. По-моему, все здорово. Пока. Вторая позиция. Все, чтобы не думали, что что-то поменяли. Ничего не поменяли. В цирке клоуна не меняют, когда идет представление. Так, хорошо. Так, наша. Отлично. Красавец. Главное, перед бритьем наметить, где должны быть виски с бритой. Это такой небольшой лайфхак. Да, сейчас совершенно другая история с пеной. Во-первых, пен очень чисто сбривает. Плюс еще вот эта вода, которая находилась на коже, она все-таки стала между кожей и пеной этой густой. И очень хороший эффект, такой мне понравился. Так, хорошо. Сейчас как-то не очень в свойственной манере себе бреют. Соответственно, даже сам заметил, с одной стороны, с другой стороны. Так, виски. Где-то так ровненько вроде бы, я знаю. Там уже разберемся по делу. И наша борода. Так. На тяжелую бритву даже не, по крайней мере, сейчас даже не давлю. Все делается достаточно просто, душевно. Она реально сама под своим весом хорошо работает. Так, наши усы. Здорово. Сейчас под носом попробую более детально обратить на это внимание. Так, хорошо промылось. Замечательно. Вот так вот. Все-таки, когда бритва пользуется второй раз, старайся как-то поберечься. Потому что какое-то, может быть, неловкое движение. Как новая машина, габариты неизвестны. И, возможно, быть варианты. Так, хорошо, хорошо. И подносовый здесь. Ну, все, отлично. Так, такие мелочи какие-то. Находим на бороде места, где плохо пробрива. Я лично заметил, что все вроде бы правильно. Мы знаем, в каком направлении растет волос. Но иногда нужно изменить совершенно направление бритья. И пробреваемость будет на лице лучше. Так, ну что. Промоем бритвочку. В принципе, так вот посмотришь, очень-очень все хорошо. Чуть-чуть еще здесь. Да, здесь хорошо. Очень хорошо. Ладно, умоюсь. Давайте там дальше будем смотреть. Промоем бритвочку. И более прохладной водичкой и заканчиваем. Ну что, здорово. Одно маленькое покраснение я вижу. Так. Сейчас возьмем наш любимый агунетик и пройдемся все-таки. Что-то она зацепила, зацепила наша бритвочка. Вот здесь вот и все. Родинки, слава богу, остались на месте, потому что все-таки поменяли агрессивность в меньшую сторону. Здорово, здорово получилось. Нет, честно говоря, очень хорошо. Большую оброслость пробрила. Значит, по первому, по выводам, которые можно сделать с самого начала уже, видно было, что реально, видимо, агрессивность уменьшилась в связи с тем, что мы поставили на дворечку. Это было заметно при бритве. Бритва в большую щетину, вот в первом проходе брила достаточно эффективно, хорошо. Но съем такой агрессивный снизился, видимо. Вот так вот, в связи со всем этим делом. И мы, как бы говорится, двигались в этом направлении. Что еще у нас? У нас еще сейчас агунитик. Сейчас мы смоем его. Хорошо. Ну что? Хорошее бритье, достойное. Небольшая задерка, небольшое, есть какое-то покраснение. Ну, что есть делать? Жизнь такова. А, надо держаться, как говорится, все время на контроле. Какие-то вещи, которые появляются на коже. Давайте начнем с... Мы же не нанесли автошейф. Вот, я думаю, что я уже забыл. Ну, совсем. Так, по совету Андрея Муканова, мы выпьем лицо. Все-таки человек знает, о чем говорит. Это очень приятно. Попробуем заодно бальзам. Бальзам. Такой тюб, пластиковая бутылка. Кстати, одна из вещей, компания Captain Choice, спиртовые автошейфы, средства после бритья, не отправляет за океан. Поэтому есть бальзамы. Бальзамы, которые имеют такой же запах. И приблизительно, наверное, другую работу, конечно. Потому что бальзамы и спиртовые, это разные вещи, но все же. Так, ну, вот столько, вот немножечко буквально, потому что, исходя из своего жизненного опыта, много не нужно. Совершенно. Хорошо, он как-то уже даже на глазах впитывается. Хорошо, так ненавязчиво. Немножко лицо покраснело, не знаю, видно вам или нет. Освежающий такой. Так, небольшое покраснение на шее, если надо обязательно нанести. Хорошо, в принципе. Не вижу, только раз взял столько, сколько нужно. Это из бутылочки два раза буквально качнул. Там буквально 4-5 капель, наверное, очень достойно. Хорошо, потому что бывает намного, вроде возьмешь две капли, оно на всем лице, и потом плохо впитывается, пока оно все впитается. Время нужно, давайте не останавливаться, продолжим. Значит, наше бритье сегодня было, я считаю, что очень-очень хорошее, достойное, все четко сняло. Как я и сказал, что не так быстро, но гуманно. То есть, можно на этом станке, вот для себя, по двум бритьям, сеансам бритья определился. Можно взять на троечке, сбрить щетину в первом проходе и на двоечке, потом уже зачистить то, что осталось, как говорится, во втором проходе. Добривка, и будет все очень здорово, и очень гуманно кожа. Это понравилось. Значит, наш помазочек компании Симогуэ, Симош, отлично отработал. Мне он очень нравится, небольшой, и хороший, и приятный, и на вид, и на вкус, и на запах достойный. Достойный, достойный, можно попробовать достаточно бюджетный вариант. У этой компании есть разные помазки, разных ценовых категорий, но компании очень много лет, она реально в этом специалист. Наша чаша, компания Captain Choice, сегодня была я, Витя, так аккуратненько к ней отношусь, взяла за штучку. Вот, достаточно много еще осталось крема, можно еще раз побриться, но условия я вам рассказал. Значит, бритвочка, мои выводы уже я сделал по ней, во втором проходе, в принципе, хорошо работает, хорошо регулируемый станок выбрал, побрился, посмотрел, что чуть агрессивнее снизил агрессию, прямо во время бритья, и пошел бриться дальше. Может быть, в зависимости от сезона, времени, года, и вот каких-то моментов можно поменять в любой момент. Понравилось, сегодня очень хорошо было, очень все четко. В нашей подставочке, опять же, я чувствую, что влага, видите, везде мокрая, поставила, все-таки не собирается, можно протереть, и как-то воздух проходит, дышит, и будет работать. Все это дело было с лезвиями Астра, достаточно бюджетные, хорошие лезвия, правда, некоторые мне нравятся. Ну, может, станок нужно заменить, а так они очень гуманно относятся ко всему, достаточно хорошо. Так что, ребята, сегодня было вот такое вот бритье, по-моему, все было очень здорово, красиво, наглядно, и получилось. Получилось, и будем ждать небольших обновлений от компании в Перу, по новой бритве, по новым партиям, по новым доработкам, и посмотрим. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, увидимся на канале, пока! Спасибо за просмотр!